Друзья, всем привет! Наши подписчики часто задают один вопрос, что выгоднее, аренда квартиры или ипотека? В этом видео мы попробуем разобраться, кому и в какой ситуации, какое решение подойдет больше, а также обсудим перспективы рынка ипотеки в России в 2019 году. В конце ролика по традиции я отвечу на несколько ваших вопросов, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, Как вы считаете, что лучше? Прожить всю жизнь в собственной квартире, но оставаться рабом банка на 20-30 лет? Или же прожить свободным человеком в съемной квартире, но в вечном страхе, что завтра вас могут выгнать? Сначала давайте поговорим о плюсах, которые предоставляет нам ипотека. Первый, наверное, самый очевидный – это решение пресловутого квартирного вопроса. К сожалению, для многих россиян ипотека – это единственная возможность улучшить жилищные условия своей и своей семьи. Да, конечно, можно пытаться сэкономить и на протяжении многих лет слоняться по съемным квартирам, но в итоге в конце жизни вы все равно переплатите, но и при этом останетесь без собственных квадратных метров. Конечно, можно пытаться копить, но нужно понимать, что вы параллельно с этим все равно будете платить за аренду. Так как мы живем в России, не совсем понятно, что с вашими накоплениями будет через 10-20 лет, если вы будете пытаться накопить всю сумму целиком. Вполне возможно, что либо квартиры резко подорожают, либо деньги обесценятся. И в итоге копили вы на трехкомнатную квартиру, а накопили только на комнату в коммуналке. Я хочу подчеркнуть, что вижу громадную разницу между двумя понятиями – копить и инвестировать. Копить, на мой взгляд, это хранить деньги под подушкой или в банке на депозите с минимальным процентом. Такой дорогой вы не придете к собственной квартире без ипотеки, на мой взгляд. По крайней мере, риски я уже объяснила только что. А вот инвестиции действительно могут помочь вам заработать на квартиру без ипотеки. Инвестировать нужно учиться, нет какой-то единой кнопки бабло. Поэтому, если вы хотите разобраться, то подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами. Здесь мы объясняем простым языком, буквально для гуманитариев, что такое инвестиции и как с ними работать. Второй плюс ипотеки – сохранение средств. Она будет работать таким образом, если вы по своей натуре транжира привыкли жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. А здесь вы фактически добровольно подписываетесь на финансовую дисциплину. Берете себе ипотеку, которая занимает процентов 70 от вашего ежемесячного дохода и автоматом лишаете себя всех ненужных трат. Третий плюс ипотеки – это возможность сохранить денежные средства на длинном промежутке времени. Так или иначе, квартира в долгосрочном горизонте не дешевеет, как правило, а может быть, если повезет, даже и немного подорожает. Поэтому, как минимум, вы свои деньги заморозите и сможете вытащить через 10, 20, 30 лет, если будет такая необходимость. Ну и четвертый потенциальный плюс ипотеки – это возможность сэкономить, если вы относитесь к льготной категории граждан. Сегодня у нас две самые выигрывающие специальные категории заемщиков – это молодые семьи с детьми и военнослужащие. Для них предусмотрены льготы и разнообразные субсидии. Кроме того, часть ипотечного кредита можно загасить за счет мат-капитала или за счет получения налоговых вычетов. Мы с вами поговорили о плюсах ипотеки, но это абсолютно не значит, что они перевешивают. Давайте теперь обсудим минусы. Первый и, конечно, самый очевидный – это огромные переплаты по ипотеке в России. Да, к сожалению, в нашей стране ипотека только дорожает и до европейских 2-4% нам по-прежнему еще очень далеко. Правительство постоянно говорит о необходимости сделать ипотеку более доступной. Вот в прошлом году, буквально год назад, нам обещали ипотеку под 6%, но сейчас мы почему-то имеем снова 10,5-11% в среднем по России. Второй минус ипотеки – это большой срок выплат. В России ипотека оформляется, как правило, на срок от 20 до 50 лет, и на протяжении такого длительного отрезка времени нужно будет отказаться от всех излишеств и жить в режиме постоянной экономии. Ипотека на такой длинный срок сковывает ваше передвижение, потому что, возможно, через 10-15 лет вы захотите сменить район, город, страну, но вы привязаны своей квартирой к той точке на карте, которую вы выбрали. Может быть, за это время изменилась экологическая ситуация, изменился город, но так как банк сначала взимает с вас проценты по кредиту и только потом уже постепенно переходит к погашению тела, продавать квартиру в ипотеку не очень-то и выгодно. Третий минус ипотеки – риск остаться без квартиры. Как правило, когда человек ипотеку оформляет, он может себе позволить такой размер ежемесячных платежей, но жизнь иногда вносит свои коррективы, человек может остаться без работы или заболеть. И в такой ситуации банк по суду может у него эту квартиру отнять. Правда, есть позитивная новость. Банк России предлагает ввести финансовые каникулы для ипотечных заемщиков, и этот закон может быть принят уже в первом квартале 2019 года. Всего в сумме можно будет взять каникулы сроком на один год, но не более шести месяцев за один раз. Правда, нужно будет доказать, что ты не платишь по кредиту по уважительной причине. Ипотека – это, как правило, невыгодно. Но здесь дело не столько в выгоде, сколько в том, можете вы и хотите ли вы вписываться в такие долгосрочные обязательства перед банком. Потому что на самом деле у услуги ипотечного кредитования и у услуги аренды жилья абсолютно разная целевая аудитория. Смотрите, ипотека, как правило, интересует людей семейных, старше 28 лет и часто с детьми. Это люди, которые уже имеют некую понятную твердую почву под ногами, стабильную работу и прогнозируемые карьерные возможности на ближайшие несколько десятилетий, как правило. Такие люди уже не хотят слоняться по съемному жилью, потому что им абсолютно неинтересно, после того, как их арендодатель попросил освободить помещение на завтра, в срочном порядке искать новый детский сад или школу для своего ребенка. Ну а аренда подходит в совершенно другой жизненной ситуации, когда человек молод, еще пока не имеет стабильной работы или недавно переехал в новый крупный город. И, конечно, в такой ситуации не хочется связывать себя длительными обязательствами, а может быть вообще через год этот человек захочет сменить место жительства, ему абсолютно не нужны такие долгосрочные обещания перед банком. Ну и, конечно, есть у аренды и минус, который заключается в том, что вы напрямую зависите от арендодателя и не можете по своему желанию завести там ни кошку, ни ребенка. Ну и вообще немножко трудно себе представить ситуацию, в которой человек там на протяжении 50 лет снимает одну и ту же квартиру у одного и того же арендодателя. Что же все-таки выгоднее, ипотека или аренда? Друзья, к сожалению, единого ответа на этот вопрос нет, здесь нужно считать в каждом конкретном случае, потому что у вашего уравнения есть огромное количество переменных. В частности, какую квартиру вы хотите купить, какая у вас сейчас заработная плата, за сколько вы снимаете квартиру сейчас, какие льготы вы можете получить и, что очень важно, какая сумма первоначального взноса у вас в настоящий момент времени есть на руках. Ну вот давайте представим пример, вы хотите купить квартиру в центре Москвы, сейчас вы в центре же Москвы снимаете квартиру, допустим, за 100 тысяч рублей в месяц, и если ваш измельченный платеж по ипотеке составит также 100 тысяч рублей в месяц, то в принципе вам действительно выгодно стать ипотечным заемщиком. Но если вы живете на окраине Москвы в бытовке, снимаете за 10 тысяч рублей и хотите купить квартиру в центре Москвы с ежемесячным платежом по 100 тысяч рублей, то вам в ипотеку вписываться невыгодно, вам эту разницу выгоднее инвестировать и накопить побольше денег, чтобы иметь больший первоначальный взнос. Ну или вот давайте такой пример рассмотрим, та же самая Москва, однушка 34 квадратных метра. Стоит такая квартира сейчас 7 миллионов рублей, берете кредит на 20 лет, у вас есть первоначальный взнос 20%, ставка 11% сейчас, и получится, что ваш ежемесячный платеж составит около 60 тысяч рублей. При этом снять такую же квартиру можно было бы за 30 тысяч рублей в месяц, разница в два раза. Ваша переплата банку, если вы будете вписываться в такую ипотеку, составит порядка 10 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы 20, почти 8 лет жить в такой же съемной квартире. Ну и есть два показателя, на которые, как правило, рекомендуют ориентироваться эксперты по ипотечному кредитованию. Первое, вписываться в ипотеку выгодно, если у вас есть первоначальный взнос хотя бы выше 50%, и второе, если ежемесячный платеж по ипотеке не превышает 40% от вашей зарплаты. Последние несколько лет ставки по ипотеке постоянно снижались, следом за ключевой ставкой Банка России. Это уже стало нормой жизни, и многие люди жили в таком состоянии, что вот хотим взять ипотеку, но сейчас не будем, возьмем, когда будет подешевле. Но в конце 2018 года ситуация начала меняться, потому что Банк России у нас два раза повысил процентную ставку, и следом за ним и все крупные банки. Первый раз осенью 2018 года, второй раз уже сейчас, в январе 2019 года, Сбер и ВТБ уже повысили ставки, и другие крупные банки также заявили о своих планах сделать ипотеку еще дороже. Что будет со ставками дальше, мы, конечно, с точной уверенностью сказать не можем, но если верить официальным прогнозам, ставки могут продолжить расти в 2019 году, а вот в конце этого года нам вроде как обещают, что ставки снова начнут снижаться. По крайней мере, об этом, например, сказал Герман Греф на днях на Давосском форуме. Но, честно говоря, я бы не стала так сильно доверять, потому что год назад Греф нам обещал ипотеку под 6%. Здесь все достаточно непредсказуемо, и зависеть, конечно, будет от геополитики, от состояния российской экономики, от курса рубля, инфляции и многих других факторов. Стоит ли надеяться на позитив? Я считаю, что не стоит, и на мой взгляд, все-таки сейчас мы находимся на достаточно выгодных уровнях для того, чтобы вписаться в ипотеку, если вы решили, что для вас это действительно выгодно. Но это мое субъективное мнение, а ваше мнение пишите в комментариях. Как вы считаете, будут ли более выгодные ставки по ипотеке или нет, мы уже достигли дна? Ну и теперь ваши вопросы. Первый от Никиты Власова, как раз по теме нашего сегодняшнего видео. Никита пишет, что часто встречается мнение о том, что аренда выгоднее, но не учтены тут ряд факторов, как полагает Никита. Первое, человек нерационален, и эту разницу, скорее всего, инвестировать не удастся, а это уже минус к альтернативной доходности. И второе, черный лебедь может прийти и обрушить активы инвестиций, обесценить деньги, а квартира есть квартира. Она останется. Какое ваше мнение, спрашивает Никита? Никита, вы совершенно правы, мне кажется, как раз в сегодняшнем ролике я упомянула оба этих аспекта. Ну, что тут можно сказать? Если человек не чувствует себя достаточно морально крепким для того, чтобы соблюдать финансовую дисциплину, откладывать и инвестировать, то, возможно, для него действительно будет лучше взять ипотеку и вот через переплату принудить себя к финансовой дисциплине и воспитать финансовую грамотность таким путем. Может быть, это даже не самая плохая плата за, в общем-то, такой вот опыт выдерживания финансовых ограничений на длинные дистанции. Это очень полезно. И второй вопрос от Федора Емельяненко. Федор спрашивает, подскажите, что прочитать или как грамотно распределить бюджет, чтобы получалось откладывать для создания финансовой подушки? Доход на семью 150 тысяч в месяц, семья 4 человека, 2 ребенка по 5 лет. Живем, а зарплаты к зарплате ничего не остается. Не шикуем, не покупаем дорогих вещей, вроде все как у всех, только денег постоянно нет. Общаюсь с коллегами, доходы одинаковы, траты вроде те же, но у многих получается откладывать, а у нас нет. Чем это можно объяснить? Финансовой неграмотностью? Федор, наверное, первый шаг, который я бы здесь вам посоветовала сделать, это хотя бы на протяжении одного месяца записывать все свои доходы и все свои расходы детально, вот буквально куда уходит каждая ваша копеечка. И, возможно, через месяц вы все-таки получите ответ на этот вопрос, потому что, как правило, наши небольшие траты и занимают большую часть нашего бюджета. То, что называется, деньги утекают сквозь пальцы, а мы этого даже не замечаем. Ну и по поводу почитать, может быть, вам будет интересна книжка «Самый богатый человек в Вавилоне». Она, вот видите, очень тоненькая, но при этом содержит в себе такую вот квинтэссенцию финансовой мудрости и позволяет немножечко в другую сторону развернуть свои мозги. Всем рекомендую почитать и Федору, и всем нашим подписчикам, если не читали. Ссылка на книжку есть в описании к этому ролику. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам было полезно. Если так, то наградите, пожалуйста, нашу команду лайком. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие полезные выпуски. С вами была команда проекта InvestFuture и я, Кира Юхтенко. Всем пока!